Ну что, друзья, всем приветик. Сейчас у нас будет обзор Сантин Чуго. Отодрав наклейки я увидел, что надпись с его названием нанесена даже на корпус. Ребята заморочились, хотя многие, думаю, знают, что эта компания сама ничего не делает. Они просто находят, скажем так, невыкупленные заказы у других компаний, которые просто валяются на складе, закупают их по минимальной цене, чуть-чуть надбавляют ценник, вливают прошивку и продают. Как видите, название они нанесли даже на резиновый корпус. Хотя, нифига, здесь это пластмасска, значит на пластмассовой. Приятного просмотра. Ну, для начала я хочу его взвесить, поскольку там заявлено банка 3,5. При разборке я увидел, что там на банке написано вообще 4 ампера. И посмотрим, сколько это дело весит. 260 грамм, как с куста. Неплохо. Ну, что могу сказать. При работе вес ощущается, то есть он чувствуется, что чего-то весит. Также мне понравилось в нем наличие вот такой вот крышки, под которой находятся две симки и карта памяти. Это видно и в разборке, и в распаковке. Вскрывать уже не буду очередной раз. Здесь у нас находится клапан спусковой, скажем так, для давления. Здесь второй микрофон. Первый микрофон располагается вот здесь. Разговорный динамик вот здесь. В особенностях данной модели я уже показывал необычные приколы, связанные с этими решетками. Вот, сейчас поймал наконец-то вот цвет. То есть они такие своеобразно спрятанные. И, соответственно, микрофон здесь, динамик здесь. Но для симметрии нанесены отверстия, и как для микрофона, с двух сторон, и как для динамика тоже с двух сторон. Ну, скажем так, симметрия рулит миром. Итак, аппарат идет без защитной пленки. Никакого олеофобного покрытия на экране не наблюдается. Грязь наносится легко, стирается никак. Только если вы возьмете химию для чистки стекла, тогда будет идеально чистое стекло. Но ненадолго. Поэтому каждый раз перед съемкой я протираю камеры, которые мне нужны. То есть фронталка, основная камера там и так далее. Ладно, едем дальше. Защита есть с обеих сторон. То есть и стекло довольно-таки защищено, и задняя камера. Плюс камера сама еще по себе утоплена в корпус. Надеюсь, вы это видите как-нибудь. Сзади нет никаких отверстий вообще под динамик. Динамик у нас, как я уже говорил, располагается так, что звук идет сюда, хотя динамик расположен стороной назад. Почему здесь не сделали отверстие, я не знаю. От этого, честно, пострадал звук. Чуть позже я покажу. На нижней поверхности у нас заглушка порта microUSB для зарядки. Кстати, в разборке я показывал, что она легко сменная. Если вы только найдете где-то такую заглушку. Не забываем ее герметизировать, поскольку аппарат с защитой от воды. Сверху у нас порт под наушники. Точно такая же заглушка, тоже легко заменяемая. И тоже не забываем, что ее нужно вот так проголодить, чтобы была защита от воды. С левой стороны кнопка push-to-talk, но она не работает. Потому что китайцы поставили сюда прошивку не оригинальную, а свою собственную, и кнопочку завести они не смогли. У нас есть такая функциональная клавиша, при нажатии на которую у нас должна запускаться камера. Он спрашивает, какую запустить. И теперь, после того, как я выбрал какую, эта кнопка у нас стала, скажем так, фотоаппаратом. То есть, пробуем. Получили. Я думаю, все понятно. То есть, это стало спуском камеры. Но если вам удобно снизу, можно, конечно, и снизу. В настройках камеры ничего особо супер такого навороченного. Как всегда, есть видео, фото, плюс добавлена панорама. Причем панорама такая, что вы просто ведете по кругу, он сам делает снимки. Но качество этих панорам получается, скажем так, вырвиглазное. Сейчас покажу. Вот. То есть, фокуса нет нигде. Вот я... Так, еще он задумался. Я тут снимал и реально заметил, что он фокус не ловит вообще, поскольку ты ведешь быстро, а он тупо не успевает. Если вот вначале в первом кадре фокус есть, и все. То есть, получается, нужно стоять в пустоте, чтобы близко не было объектов, дать ему навести фокус вдаль, и тогда только получится нормальная панорама. Но для любителей панорамы, как говорится, это посвящается. Мне панорама не очень интересна. Вот это я делал наподобие в магазине. Точнее, стоя у магазина. И, как вы видите, тоже фокус нам не завезли вообще нигде. Поэтому толку от такой панорамы я лично не наблюдаю. Далее. Что у нас есть в аппарате? У нас в аппарате 100% есть NFC, что я вам уже показывал, но могу продемонстрировать. Причем антенка вот здесь маленькая. Оп. Сработала мгновенно. Если взять, пробовать на расстоянии... Сейчас посмотрим, когда сработает. Вот. Вот на таком расстоянии срабатывает даже на дохленькую дешевую китайскую меточку. С аппаратами для оплаты срабатывает с 5 сантиметров. При том, что вот такая маленькая NFC-антенна. Как они этого добились, я лично не понимаю. Приложение галерея присутствует до сих пор, потому что это Android 7.1. В Android 7.1, кто не помнит, галерею Google еще не отобрал. В работе подтормаживания бывают, поскольку программ я поставил много. Но пока я его использовал как второстепенный аппаратик, тормозов не было вообще. Поэтому сейчас, после данного видеообзора, этот аппарат у меня с основного переедет на второстепенный. Я буду его с собой таскать как фото-видео, поскольку он, оказалось, неплохо это делает. И после этого только будет уже видео с примерами фото и видео с данного аппарата. И я думаю, в тот момент он будет работать очень быстро. Но когда стоит столько программ, сколько вы наблюдаете, подтормаживание и фриз забывают тогда, когда забита память. Если кто не помнит, память у него 3х32. В те времена это считалось много, поскольку аппарат не свеженький. Эти сантины обычно выкупают уже залежавшиеся аппаратики, некогда бывшие там или флагманами, или чем-то хорошим. И продает их по цене бюджетки. Ну, что, в общем-то, сейчас и произошло. Аппарат стоил 4600. По мнению, AIDA64 у нас здесь завезли. Смотрим. Процессор на платформе 6937. А сам процессор у нас... А черт его знает. ЦП у нас отдельным пунктом. 435 Snapdragon 8940. Я почему-то думал, что больше, чем 435. Ладно, на 28-м техпроцессе, 64 бита. Максимальная частота 1400. Ну, я думаю, достаточно. Отображение. Это у нас про камеру, по-моему. Нет, это у нас экран. 1280 на 720. 60 Гц. Adreno 505 с ним работает. Сейчас у нас по МТСу. Кстати, Wi-Fi 5 ГГц есть. 4G есть. Приемы Wi-Fi и 4G не супер. Но 3G, 2G и так далее работают идеально. Потому что вы видите, да? Там, где у меня плохой прием, у Tele2 здесь, пожалуйста. Легко. То есть, Snapdragon чем отличается от MTK? То, что 4G как повезет. А 3G у него работает намного лучше, чем у MTK устройств. По крайней мере, последнего времени. Че-то я вылетел из Аиды. Так, что у нас в устройствах? Окей. Разрешить. Основная камера 13 Мп. Видео могло бы быть 4К, но, как видите, не завезли. Передняя камера 5 Мп. Видео 1920 на 1080. Че-то, по-моему, тоже не завезли. Ну-ка, вспоминаем фронталочку. Так, где у нас видео? И настроечки. Да нет, пожалуйста, 1080 есть. Завезли. Я не прав. Поэтому и говорю, я его потаскаю с собой как фото-видео, потом выложу вам много примеров. Потому что, честно скажу, для его стоимости, по-моему, он пишет видео просто шикарно. Так, посмотрим, может ли сторонняя камера сделать 4К-видео. Это будет уже интересно. Как вы помните, у меня есть купленная программа для вот этого вот всего. Нет, это у нас пока фото-настройки. Значит, переходим в видео, разрешаем микрофон и лезем в настройки видео. Пробуем записать видео в разрешении 4К. Посмотрим, получится ли. Что-то получилось, но какое разрешение мы еще не знаем. Смотрим. Сведения. Нет, 1920 на 1080. Так что Аида бредит, так же, как и все остальные. Не тянет он более чем 1920 на 1080. Но, по крайней мере, работает 1920 на 1080. Проблем с ним нет, и качество очень даже мне понравилось. Пример маленький вы увидите в конце данного видео. Более качественное и более большое количество примеров будет потом. Если мы запустим программу AcuBetteri, вы увидите, что первое, экран включен уже 4 часа 26 минут, по мнению программы, и сожралось 60% аккумулятора. Если я правильно понимаю, то, что программа говорит. Нет, неправильно понимаю. То есть, еще хватит на 2 часа экрана. Это она мне сообщает. А сколько сегодня всего? Экрана было? Ну, хрен его знает, товарищ майор. Все, что могу сказать, что все программы жрут много. Если аппарат выключаете, ну, как сказать, гасите экран, то он ничего практически не ест. Если аппарат включаете, он начинает есть много и греться. Вот сейчас он уже горяченький. Хотя я просто с ним, так сказать, обзорчик делал. Уже 39 градусов. Никаких игр, ничего такого не было. Будет ли игра-тест на канале? Я не знаю. Если будет, то уже потом, когда он перейдет во второстепенный. Емкость аккумулятора проектная по АИДе, по всем записям в прошивке и так далее. 2 ампера. Но, как вы видите, 4 с лишним ампера здесь насчитывается. Просто потому, что аккумулятор стоит на 4 ампера и аппарат ест нехило. Если бы аппарат ел меньше, этого аккумулятора бы хватало надолго. Так мне его на день в режиме основного смартфона не хватает. В режиме второстепенного посмотрим. Как второстепенный, в нем не будет сим-карт. В режиме одной симки я думаю, он бы целый день тянул, но с одной симкой я не могу. Мне надо 2. Далее. Работа в интернете при включенном интернете соответственно, тоже шустрая. Только тогда, когда все программы уже наелись. Как только все программы хотят что-то поделать, получается некая лажа, и он начинает задумываться. Вот сейчас начинает ТикТок, начинает Хром, и начинаются такие вот замедления аппарата. Поэтому я все быстро выкидываю. Только после этого можно нормально пользоваться. То есть, 4 гига все-таки ему маловато. Но я думаю, скорость работы вы сейчас увидите. Я думаю, все понятно. Но за 4600, по-моему, очень даже нормальная скорость лично мне она нравится. Сейчас проверим спид-тестом, сколько он может выжать из Wi-Fi. Wi-Fi у нас 5 ГГц. Сергунька 5. Ждем, когда он все-таки запустит спид-тест. Помните, да, я говорил, что когда много программ интернет лезут, начинаются задумывания. Вот они. Ну, не хочет он. Лечится очень просто. При нажатии на домик запущенное, очистить. И сейчас, если я помню правильную работу андроида 7.1, должен остаться только активный экран, все остальные вычистятся. Пробуем измерить скорость. Оп-ана. Видите, да? То есть, ограничение процессора какое-то все-таки есть. Хоть и 5 ГГц, но 120 всего. Если хотите понять, о чем я, покажу на аппарате конкуренте. Ну, правда, за мной много большее деньги, поэтому и никто не требует от этого аппарата таких скоростей. Но сейчас увидите, о чем я надеюсь. Уйди. Уйди, говорю. Нажимаем начать. Подключение. Ну, я думаю, уже видно. А аппаратик который у меня с 5G выдает сразу 400. Ну, 120 и 240, я думаю, вы ощутили. Вот, уже 300 пошло. Вот, 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 разгоняется. То есть, вы поняли, да, что здесь реально ограничено. Вот, если кто не верит. Давайте проверим снова. Что-то я не попадаю, что ли? Вот, попал. Кстати, аппарат имеет переключение мощности этого тача. Как бы режим в перчатках. И получается, что если врубить режим в перчатках, то он начинает реагировать даже не только на палец, а на палец, который на расстоянии, то есть, без касания даже. А вот это оригинально. Я вспомнил. Роутер умеет работать на той скорости, на которой к нему обращается самое слабое устройство в сети. То есть, поскольку сейчас оба запрашивают, то он далеко и не лезет. Если этот час перестанет работать в сети, это должен ускориться. Вот такой вот у меня манерный роутер. Wi-Fi отрубили. Проверяем снова. Он должен ускориться очень сильно. Но я думаю, вы все видите. То есть, манерность роутера тоже такая хитрая. Он делит интернет на всех и при этом примерно сравнивает их по скоростям, чтобы они были в более-менее похожих диапазонах. Но все. Я думаю, вопрос исчерпан. То есть, бюджетка на старом процессоре накладывает свои отпечатки. То есть, диапазоны все немножечко срезаны и замедлены. Далее. Лаунчер с меня стоит сейчас от Яндекса. В нем есть такая фишка как ускоритель. На самом деле, очистка оперативной памяти. Это можно делать вместо того, что я вам показывал. Вот такое действие. То есть, и то, и другое делает примерно одно и то же. Данный аппарат со мной прожил по-моему три дня. Я с него платил без проблем. Переводы денег там в Яндекс. Кошелек бывший теперь U-Money, блин, Сбербанк. Короче, все программы, какие у меня обычно стоят на всех смартфонах, работают нормально. Проблем с ними не вызывается никаких. Никто не жалуется ни на какие вирусы. Единственное, замечу, что в этом аппарате просто тупо вообще нету менеджера работы приложений в фоне. Поэтому я поставил стороннее приложение, которое хоть частично это делает. All-in-One Toolbox. Только благодаря ему я смог настроить процессы, запускаемые при перезагрузке смартфона, но процессами в фоне он работать не умеет, к сожалению. Точнее, киллером процесса в фоне он не работает. Когда я займусь более плотно этим аппаратом, но уже в режиме второго смартфона, я постараюсь найти менеджер приложений в фоне, который будет доустанавливаемый. И если получится, то про это выйдет отдельное видео, потому что это единственное, чего нету в этом аппарате. Будь у него менеджер приложений в фоне или дураспит, например, ну, которая на МТК, тут бы было все отлично. Аппарат бы жил свободно, я думаю, дня полтора, потому что 4 ампера банка это очень хорошо. Но у этого аппарата работают все приложения абсолютно всегда. То есть, проблем с приходом уведомлений ни у кого никогда не будет, но будут проблемы с аккумулятором. То есть, при плотном использовании, как у меня, я его заряжаю два раза в сутки. Это мне не нравится. Но и аппарат при этом греется очень сильно. Сейчас он еще больше нагрелся. Ну что, друзья, я думаю, финальная часть близка. Мы его сейчас замеряем и попробуем его утопить. При том, что мы его топим горячим, поэтому надолго топить я его не хочу. 84,7 это его ширина по самому выпуклому месту. Длина по самому выпуклому месту 158,82 почти 158,9 обалдеть. Короче, извините, почти 159, почти 16 сантиметров. И также замер толщины вот этого бампера в самой толстой части смартфона. И так, 16 и ну 4, грубо. Мелочи уже не буду. Притом, если замерить его не по тому месту, а чисто по экрану и задней спинке, он толщиной имеет 14 и ну 20 небольшим. Я думаю, вы все поняли. То есть аппаратик такой ребристый со всех сторон, греющийся. Кстати, датчик приближения и освещенности здесь его видно иногда, если там протереть. Ну, я не знаю, может, вы уже успели как-то увидеть в процессе видео. Я надеюсь, пока я сейчас кручу, на секунду хоть бы появится. Также диод оповещений вот здесь рядом с камерой. То есть все датчики, все, что вообще бывает в смартфонах, тут все есть. Единственное, чего я забыл проверить, точнее, что, это датчики внутри аппарата. Пауза. Ну, давайте вживую посмотрим, как он будет устанавливать программу. После этого в программе посмотрим, какие датчики у него в наличии. Есть ли у него там компас или еще что-нибудь. Вспоминаю, что аппаратик от Сантина легко может оказаться, что там есть много чего, но поскольку аппарат дешевый, я на это не надеюсь. Но шанс есть. Программа запускается и показывает, что компас у нас есть, то бишь магнитометр, по крайней мере, виден, но на нем всегда работает компас. Я думаю, все заметили. Так, висеть. положение в пространстве есть. Датчик освещенности. Я думаю, все видно. Акселерометр. Хотя на самом деле, на мой взгляд, это и это одно и то же. Датчик приближения, то, что я вам говорил. Менее трех сантиметров. Хотя говорит про пять. звуковой это микрофон. Ну, короче, вот и все. То есть, датчиков немного. Ни давления, ни гироскопа не завезли. Кстати, мультитач, насколько касаний мы не проверили, еще надо проверить. короче, мое мнение, что аппарат чисто для работы, не для развлечений. Раз, два, три, четыре, пять, шестой, не завезли. Пять точек, причем не очень быстро. Вы видели, он подтормаживает при отработке более двух точек. Сразу замечу, аппарат очень плохо начинает соединяться с интернетом при перегреве. Поэтому, если вы будете постоянно пользоваться интернетом, то у вас аппарат будет подтупливать. Потом, очень плохо отображается включенность Wi-Fi, то есть, оно белое, не синее, как на всех остальных. Сейчас он из синего перейдет опять в белый. Хотя нет, Wi-Fi, ну да. Причем, мобильный интернет точно то же самое. То есть, почему-то Bluetooth, GPS, самолетик, режим, фонарик, они все становятся синими, а Wi-Fi и мобильный интернет становятся белыми. Почему, не знаю. Либо недоработка, либо подумали, что так интересней. Ну что, друзья, с облаком мы тоже работаем. Как я уже сказал, со всеми программами работает. То есть, теперь мы приступаем только к одному. Кстати, звук, замечу, тоже очень хороший, но ни AAC, ни Optics не завезли. То есть, перегрев, его минусы, быстрое поедание батареи, минус. И сейчас посмотрим, как он относится к воде. Сразу напомню, отягощающий фактор тот, что он сейчас нагрет. По уму, этого делать в нагретом виде нежелательно. Но мы его попробуем охладить этим самым. И что с ним будет, и посмотрим. Во-первых, как экран относится к воде. Ну, как и ожидалось, начинается крикозябра. После этого послушаем звук. Кстати, подождите, а звук до воды мы еще не послушали. Это я косячу. У меня есть знакомый звук, которых мне разрешили использовать. На этом деле мы и проверим, пока он в воде не искупался. Профиль, группы. У меня есть группочка, музыку которой мне официально разрешили использовать. Это рок-группа лестер с сложно выговариваемым названием Action Melody Kroc. И пробуем их один трек проиграть. И вы поймете, почему я играл так. Что я говорил про то, что динамик зря сзади не выпустили звук из него. Потому что сюда выходит через очень маленькие отверстия, причем звук с обратной стороны динамика. На мой взгляд, басов просто нет. Смотрим, слушаем. Короче, слабая сторона данного смартфона это его звук. Это вот на мой взгляд. Потому что, чтобы вы здесь не врубали, он будет пищать. Средние практически не слышны, низкие не слышны совсем. Вот минус данной модели. Зато микрофонов два при записи видео пишет звук обалденно. И разговорные частоты звука эти динамики настроены воспроизводить очень хорошо. То есть, когда вам говорят даже через громкую связь, вы слышите очень хорошо. Ладно. Пошел купаться. Так. Заглушка закрыта. Заглушка закрыта. Пульк. Как вы видите, аппарат погружения пока перенес. Не произойдет ли с ним что-то. Далее я пока не знаю. Все это мы с вами увидим. Ну и пока коротко мое мнение об аппарате. Если я смогу его допилить хотя бы сторонним софтом, чтобы он начал убивать приложение в фоне, аппарат будет не то, что стоит своих денег, а он будет даже супер-пупер за свои деньги. Если этого не произойдет, то это аппарат для людей, которые не пользуются интернетом, потому что при включенном интернете и активном экране и каком-нибудь приложении он начинает греться. То есть мое мнение такое. Этот аппарат для взрослой части населения, не для игр, это 300%, для той части населения, которая интернетом пользуется иногда, или для тех, кто согласен постоянно греть карман, то есть если вы живете на севере, и аппарат заряжать два раза в сутки. То есть или-или. Или вы редко пользуетесь интернетом, он живет долго, или вы его заряжаете два раза в сутки. Решать, конечно же, вам. Ну а я могу сказать так. Под водой, по-моему, должно быть лучше видно датчик освещенности и приближения. Вон он, окошко, да? Диод оповещения все равно, по-моему, не видно. Сколько бы я подсветку не врубал. Но если подключить его к розетке, он всплывает. Он не очень яркий, нормальный. Также радует, что под экраном выделены кнопки отдельно, не на экране, но это прерогатива с шестых, седьмых, там восьмых андроидов. У большинства так было. Также нравится то, что есть выход на наушники. Снизу и сверху заглушки. Оба порта закрыты. Нравится интересное расположение и защита решеточками самих сеток от динамиков и микрофона. Нравится наличие клапана давления, через которое он будет выравнивать давление при перепадах, если вы там в лифте поднимаетесь куда-то или на гору лезете. Нравится то, что кнопки за вот этой вот защитой, то есть при падении на плоскость вот этим ребром кнопки даже не коснутся поверхности. Нравится наличие NFC, которое полностью работает и устройство сертифицировано Гуглом. Короче, на мой взгляд, аппарат просто зачетный за свои денежки, но имеющий, конечно же, минусы, почему он и стоит так недорого. На этом деле все. Сейчас к этому видео приделаю примеры, небольшие фото и видео, а тем временем через некоторое время мы вытащим и посмотрим. фото и видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Проверяем качество записи видео Сантинг Юга или как-то так. Остановочка, пошли. Столб. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok